Современные проблемы требуют современных решений. В Москве прошел Всероссийский медиафорум этнических и региональных СМИ. Участники приехали в столицу из более чем 50 субъектов страны. На повестке новые форматы работы, подходы к освещению событий, мероприятия в онлайн формате. То, к чему все сферы жизни, в том числе и масс-медиа, были вынуждены перейти из-за пандемии коронавируса. Дарья Давыдова работала на медиафоруме. Подробности в следующем сюжете. На лицах маски, которые можно снимать лишь когда включаешь микрофон, на руках перчатки, в списках организаторов. Отрицательные результаты тестов на коронавирус, которые сдали все иногородние участники. На креслах в зале матрешки с национальными орнаментами, призывавшие присутствующих соблюдать социальную дистанцию. Так прошел медиафорум этнических и региональных СМИ. Площадкой для проведения стало здание правительства Москвы. В центре внимания новые реалии, в которых приходится работать в сфере массовых коммуникаций. Это все, конечно, временно, но, тем не менее, это формирует определенный стиль общения журналиста. С одной стороны, дистанция – это плохо, с другой стороны, это формирование нового рабочего места, нового стиля коммуникаций. И здесь, наверное, сложно будет выходить из этого состояния, когда аналоговая жизнь вернется в свое русло. Александр Журавский, заместитель начальника управления президента России по общественным проектам, отмечает, что пандемия вызвала новый запрос на доверие. Высокие показатели здесь у волонтеров, согласно соцопросам, 90-92%. Своя роль и у СМИ, и у социальных сетей. Они позволяют не только быстро донести информацию до населения, но и оперативно получить обратную связь. На медиафоруме говорили о проектах, которые из-за ковида пришлось увести в онлайн. Резюмируем почти все. Участники вспоминали, как впервые за всю историю отмечали любимый и важный для страны праздник – День Победы в формате онлайн. Тем, кто не успел перестроить работу из-за ковида, пришлось туго. СМИ, которые отреагировали быстро, смогли даже извлечь пользу. Могу констатировать уже по итогам определенного периода, что по пандемии мы понесли минимальные потери, даже в чем-то приобрели. Дело в том, что вот этот тренд по переходу на информационные рельсы, по цифровизации мы постарались поймать еще немножко раньше. Потому что предвидели, что вот была такая ситуация. Понятно, что немножко в этом запоздали. Многие крупные издания на электронные версии перешли уже давно, но в регионах с этим немножко туго, в том числе и в вопросах финансирования. Главный редактор газеты «Ингушетия» рассказывает об уходе в социальные сети. Профиль в Инстаграм, канал в Телеграме – все это позволило изданию не только не потерять, но и вдвое увеличить аудиторию. И это в то время, когда некоторым СМИ пришлось настолько плохо, что они были вынуждены закрыться. Особенно пандемия ударила по печати. Опытом дистанционной работы делилось и правительство Москвы. Многие конкурсы тоже ушли в онлайн. Например, «Билингва» его в шестой раз провели для ребят, для которых русский язык является неродным. Ребята прислали эссе на 42 языках. Участвуют не только регионы нашей страны, но и 16 государств зарубежных. Поэтому этот конкурс очень важен для нас, и в том числе для изучения и русского языка, и родных языков наших народов. Острый для журналистов всей страны вопрос подготовки профессиональных кадров. Нехватку корреспондентов ощущают чуть ли не во всех регионах. На медиафоруме подняли тему организации специальных медиашкол. Для старших классов это бы стало своеобразной профориентацией. Маргарита Лянги, президент гильдии межэтнической журналистики, отметила. Пробовали, однако ожидаемого результата не получили. На заре школы межэтнической журналистики первый год у нас было 8 групп, 8 регионов. 4 региона работали с старшеклассниками, 4 региона работали со студентами журфаков. И когда мы посмотрели на результат, мы как профессионалы, люди, которые этим занимаются, как наставники после своей основной работы, мы не увидели результата со стороны школьников и отказались. Мы отказались, вот второй, третий, четвертый, пятый, шестой год, у нас только студенты, то есть люди, которые определились. Евгений Оглоблин, начальник отдела по производству контента Центра открытый регион Югры, отметил, что необходимо разрабатывать систему кооперации между субъектами страны. Работать вместе равно большие результаты. Показательным в 2020-м стало празднование юбилея Победы в Великой Отечественной, когда акции в России проходили не точечно, а централизованно, в одно время, в одном стиле. Дарья Давыдова, Сургут, Интерновости.